Хочу объяснить один факт. Мы должны отличать универсальное от локального. Что сработает в каждой культуре и является доктринальным основанием. А что нужно изменять? Вот универсальные истины. Люди встречаются в малых группах под руководством лидеров. Лидеры в бизнес-мире. Они профессионалы, и им не платят за их лидерство. Возможно, платят лидерам лидеров. Но лидерам малых групп не платят. В малых группах акцент на ученичестве. И на активации даров Духа Святого. Когда Шауль сказал в 1 Коринфянам 14, «Вы все можете пророчествовать». Он не имел в виду собрания из 500 человек. В собрании из 500 человек не все могут пророчествовать. 1 Коринфянам 14 глава применение даров Духа Святого предполагает, что это собрание малой группы. Правда? Невозможно создать новозаветную церковь без первоначального лидерства в малых группах. В Новом Завете были малые группы, также лидеры церкви над всем городом, потому что это было до разделения и появления динаминаций. Я верю, что до возвращения Ишуа снова будет так. Поскольку Ишуа молился, чтобы верующие были в единстве, потому мы должны быть в единстве до Его возвращения. Верно? Нахон? Итак, вы видите, что это универсальный принцип. Место встречи малых групп изменяется. Где встречался Ишуа со своими учениками, своей малой группой? Иногда по домам, и еще чаще вне дома. Потому что они везде путешествовали. Если у людей нет домов, и все они жили в небольших палатках, тогда нужно было найти какое-то место для встречи, кроме палатки. Вы встречаетесь там, где возможно. В Китае малые группы встречаются по домам, в лесу, в подсобном помещении завода. где собираются малые группы, где только можно. В разных культурах различные места. Сколько человек может поместиться в небольшом доме? Многие люди знают, что может поместиться более, чем вы думаете. Я побывал в Кении, где люди живут в крошечных домах. Маленькие группы просто теснятся в маленьких комнатах. Я был шокирован. Я вижу это по всему миру. Когда я узнал о такой модели, то поверил в то, что называется локальную промежуточную структуру. Это еще одна структура, которую большинство людей в наши дни называют общиной. Эта промежуточная структура может быть очень полезной в некоторых культурах. Помните, что эта промежуточная структура второстепенна, но она может содействовать во многом. В ней может быть замечательный праздник. Евангелизационные кампании, Толкование Торы и многое другое. Также образовательные программы для детей могут создавать классы, и малые группы будут встречаться в классах. В это время кто-то будет присматривать за детьми. Мы можем делать многое. В мессианском контексте мы пытаемся скопировать ход служения в синагоге. Вы можете делать это дома, в малых группах. Вы можете учить людей молиться. И если мы говорим, что учим людей, то мы должны учить их в контексте еврейского и языческого призвания. Мы должны учить людей еврейским традициям. Это важный вопрос, не так ли? Но давайте сначала рассмотрим, как я разместил это на доске. И я хочу объяснить это. Во-первых, как только я начал эту модель, то я начал с того, что называют домашние группы, где основной аспект отводится общению и ученичеству. Домашние группы были частью большой общины под названием Бейт-Мессия. Малые группы росли в пределах общины. Цель наших домашних групп не евангелизм. Цель — обучение, цель — общение, ученичество и дары Духа. Я с радостью наблюдал за этим процессом. Хочу добавить, что Эйтан Шишков также следует этому примеру. Дэвид Шнайер также использует систему малых групп. 30 домашних групп в его одесской общине. А у Бориса в Киеве 70 домашних групп. Это самая большая мессианская община в мире. Затем один из моих лидеров дал мне кассету и сказал, «Я хочу, чтобы ты послушал эту кассету, где спикер, пастор самой большой церкви в мире». В то время того человека звали Пол Йонгий Чо. Кто из вас слышал о Пол Йонгий Чо? Итак, Пол Йонгий Чо начал, как это называется, ячейчная модель церкви. В модели церкви Пола Йонгий Чо... Кстати, я встречал Пол Йонгий Чо пару раз, обедал вместе с ним. Он очень приятный человек. Он сказал, что моя жена должна всегда хвалить меня. Поэтому я напоминаю ей, что ей передал Пол Йонгий Чо. Пол Йонгий Чо хотел, чтобы ячейчная группа стала местом ученичества и евангелизма. Его видение в том, чтобы ячейка делилась каждое поколение от 1, 2, 4, 8, 16. Он назвал эти группы ячейчными подобно биологическому делению клеток, как клетки делятся в теле. Он назвал это естественным делением. В модели Йонгий Чо все они должны объединиться в одной церкви или одной общине и регулярно встречаться. Потому что он говорил, ячейка необходима для ученичества и для общения и даров Духа. Ячейки — часть большего тела. Тело — это большая община. и если нет большей общины с лидерами, с пастором, которые учили, то ячейка ослабнется. Они должны быть частью большего тела. Поэтому для Чо эта промежуточная структура в общине очень важна. структура ячеечной общины у вас есть пастор, кто за всем наблюдает. Затем те, кого мы называем региональные пастора. они ответственны за 25 ячеечных групп. Затем лидер модуля, лидер пяти ячеечных групп. Создается иерархия. Вы продвигаетесь от ячейки к модулю, к региональному лидеру и к главному пастору. И все это — одна община. Пастору нужно встречаться со своими региональными пасторами. Если у него есть пять региональных пасторов, с которыми он встречается, региональные лидеры встречаются с лидерами модуля. Эти ячейки будут делиться. В то время, когда я был с Полом Йонг-Ги-Чо, в его ячеечной структуре было полмиллиона человек. И он учит этому очень убедительно. И его очень сильно. Он верит, что такая схема должна быть во всем мире. Но я так не думаю. Я думаю, что это только один из способов существования малых групп. Малые группы универсальны. Ячеечная модель — только один способ. Этот способ очень эффективен в Корее. «Хорошо». «Хорошо». «Теперь» то, что известно под названием «домашние общины». Йонг и Чо критично относятся к домашним общинам и говорит, что они недостаточно сильны и у них нет сильных лидеров. Мы видим, что существует два вида домашних общин. Независимые домашние общины, которые на самом деле слабы. И домашние общины, которые находятся в пятигранном служении с апостольскими пророческими лидерами. Поэтому все домашние общины подчиняются руководству апостольских лидеров. Они собирают лидеров вместе для обучения, они циркулируют между группами. Эта модель может быть очень сильной. на самом деле это первостепенная структура в Китае. 80 миллионов человек в этой структуре. Я более склонен к Йонге Чо и важности большой общины, потому что в мессианском иудаизме есть функции, которые можно исполнить в большой общине. Но также я знаю, что некоторые общины в мессианском движении — хавара, общины. Я не имею ничего против этого. Могу даже стать лидером этой группы, если они захотят. У нас в Тикун есть одна такая группа, в которой приблизительно 20 человек. И все они должны быть частью еврейской общины, чтобы принадлежать к этой группе. Следующая модель — G12. Очень противоречивая модель в Бразилии. Как я понял из разговора с некоторыми из вас, потому что в Бразилии эта модель стала основанием большой иерархии для укрепления эго тех, кто на верхушке. Хотел бы рассказать вам о нашем друге Хорхе Голдштейн в Аргентине. В Боливии он ничего не знал о G12. Он сказал, что Бог повелел ему использовать модель G12. Вот что Хорхе сказал. Интересно, я разговаривал с Хорхе и читал книгу G12 примерно в одно и то же время. Вот что Хорхе сказал мне. Иешуа готовил 12 человек. На многих евангелизационных собраниях в Аргентине многие исповедовали веру в Бога. И затем церкви не знали, что делать с этими людьми. Бог сказал ему создать схему G12. Когда вы будете вспоминать об этой схеме, то не думайте сразу же о злоупотреблениях в Бразилии. Нужно начать заново, с чистого листа. Сотрите в голове. Основная идея он пытался решить проблему. Он пытался решить проблему по модели ЧО. Хочу рассказать вам историю. Вот я собрался с группой в моем доме. Они учатся любить друг друга, жить вместе друг с другом. И затем я говорю, пришло время разбиться на две группы. Как вы думаете, какова их реакция? Они грустят. Почему они грустят? Потому что мы оставим эту группу. Это семья, которую мы узнали и полюбили. Мы говорим им в Бейт Мессия. Мы пришли от этой системы к этой. Я больше не занимался этим, потому что уже не был поместным пастором. Поэтому что же они сказали? Мы оставляем наших друзей. Но ты же встретишься с ними. Я знаю, но я хотел бы встретиться с ними в моей группе. Хорхе Голдштейн и человек, который начал эту систему в Боливии, оба говорили одно и то же. Они не знали друг друга. Они сказали, когда Иешуа готовил 12, он вообще разделял свою группу на две спустя 6 месяцев или спустя год. Они ведь находились вместе. и после воскресения они все так же были вместе, как одна группа. Тогда как же вы будете расти? Это просто гениально. Подготовка лидера в группе G12. Он начинает свою группу. Поэтому в системе G12 каждый принадлежит двум группам. если здесь каждый находится в одной группе, которая растет и затем делится, где проходят лидерские встречи, это очень важно. Когда вы говорите о лидерстве во взаимоотношениях, вы всегда собираете ваших лидеров вместе для подготовки и их вдохновения. В системе G12 есть одна группа G12. Она не делится на две. Но вместо этого лидер этой группы начинает новую группу и в то же время остается со своей группой. В конечном итоге возникает восемь групп, если вы сможете подготовить квалифицированных лидеров. Поэтому каждый человек принадлежит двум группам. Если эта группа воспроизводит группу G12, то ее участники все так же принадлежат этой группе. Но они не будут частью этой группы, а эта группа будет частью этой группы. Хорхе Голдштейн. Хорхе Голдштейн. Вот в чем я согласен с Горхе, но не с боливийцами. Хорхе сказал, «Я начинаю группу G12 только с компетентными лидерами, поэтому он не растет так быстро, но он хочет углубляться». И если бы Хорхе уделял внимание третьей главе первого послания Тимофея, он не делает этого. «Я могу начать столько групп, сколько лидеров, соответствующие характеристике первой Тимофея 3». «Тогда я был в такой ситуации, я могу начать столько групп, сколько компетентных лидеров у меня есть. у меня может быть настолько большая община учеников, сколько лидеров я могу подготовить. Подготовка лидеров – это центр моего служения». «Тоже и для Хорхе». «Вот что происходит. эта модель попадает в Северную Америку». К Лэри Крайдеру. Лэри Крайдер говорит, «Малые группы абсолютно необходимы». Лэри Крайдер говорит, «Хочешь делать это, делай, если только ты подчиняешься апостолам». «Хочешь следовать ячеечной схеме? Следуй». «Хочешь следовать Г12? Применяй систему Г12». Но даже сам Лэри должен быть подчинен власти. И лидеры должны обладать качеством не 3 главы 1 Тимофея. Я бы хотел, чтобы вы встретились с Лэри Крайдером. Я не знаю ни одного такого целостного лидера в Северной Америке. И как я сказал, эту схему применяют в мессианском движении в Украине, России. Самая большая мессианская община в мире состоит из 70 групп. Вот что я хочу сказать по этому поводу. В Боливии в Латинской Америке. Разница между американцами с северной и южной части континента огромная. Хотел бы объяснить это. Ключевой момент общиной жизни верующих хотят быть друг с другом. Им нравится иметь общение друг с другом. Мне тоже. Но немногим моим североамериканским друзьям хотят сохранять конфиденциальность. Латиноамериканцы тяжело работают на работе. «О, я так устал. Думаю, что я пойду и проведу время со своими друзьями». В Северной Америке трудный выдался день. Я хочу пойти домой и просто побыть в одиночестве. Североамериканцы одиноки, но это так вошло в привычку, что они не знают, как не быть одинокими. Поэтому, когда я был пастором в общине Бейт-Мессия, то у нас было где-то 30-40 латиноамериканцев. Некоторых из них были из Бразилии, некоторые из Чили, Венесуэлы, Мексики. Мексика — это не Северная Америка. Они посмотрели на остальную общину. Что случилось с этими людьми? Они не хотят быть вместе. Почему они не дружелюбны? Потому что они из Северной Америки. одинокие, и вам нужно это изменить. В Боливии люди могут посещать все встречи на протяжении всей недели, что удивительно. Например, я только освободил жизнь Марсела, пытаясь облегчить его жизнью. И теперь возьму его в Боливию и снова все усложню. Потому что он из Боливии. вот по-настоящему посвященный лидер малой группы. Это его жизнь. Один вечер в неделю он ведет свою группу Г-12. один раз в неделю он просто принимает участие в группе Г-12, где раньше он был членом, до того, как стал ее лидером. Два раза в неделю он посещает группу Г-12. Один вечер в неделю он принимает участие в группе по подготовке лидеров. И каждый уикенд воскресное богослужение. Каждую неделю у него занято четыре вечера. Четыре вечера. Эта система Кастельяна из Боливии. Вдобавок к этому ретриты для новообращенных. Ретриты для лидеров. Эта система приходит в Северную Америку. И североамериканцы смотрят на это и говорят «Ай-яй-яй-яй». Он говорит «В моей церкви таким образом содействованы 60 тысяч человек». А североамериканцы говорят «У нас нет времени для других вещей». «Когда ты видишь своих детей». Поэтому в Северной Америке ознакомившись с системой Г-12 встречаются раз в две недели в группе, которую они посещали ранее. Каждые две недели и раз в месяц группу подготовки лидеров. Успешные североамериканские группы вместо четырех раз в неделю встречаются одна четвертая раз в неделю. Потому что у них просто нет времени. если человек посещает одну группу Г-12 дважды в месяц, одну группу он ведет два раза в месяц, и также группу по подготовке лидеров раз в месяц. Мы следовали в основном этому образцу. иногда мы все собирались на молитвенную встречу. Также у нас были библейские занятия, не каждый их посещал. но лидеры посещали занятия периодически. Поэтому в течение десяти недель они иногда посещали занятия не пятьдесят, а десять-двадцать недель в году, потому что мы хотели, чтобы у них было библейское образование. И большинство наших лидеров обучались в библейской школе на протяжении многих лет. Это не происходило быстро. Давайте теперь перейдем к вопросам. После того, как вы увидели все эти модели, эти модели являются центром малой группы. ни одна из этих моделей не является абсолютной. Думаю, одному я научился у Г-12 людей длительным взаимоотношениям. И еще один факт. Когда вы созидаете группу, которую вы созидаете, должна основываться на взаимоотношениях, когда вы созидаете, будь то ячеечную модель группы или группу Г-12, это не необходимо. Потому что в действительности лидерства над этими группами должны быть плураль царь как в Библе. Нет причин, по которым царь должен стоять во главе всего. Это не обязательно, потому что в действительности лидерство над этими группами и община должна принадлежать множеству лидеров как в Библии с основным лидером во главе. И я хочу сделать особый акцент на этом. Управление в Новом Завете — это не модель главного царя. Это модель множественности лидеров. «Покажите мне хоть один отрывок в Новом Завете, который поддерживает модель царственного лидера». Этого нет в тексте. Нет. Почему? Потому Яшуа отказался от власти и был распят. Модель лидеров в Новом Завете — это распятие Яшуа. Потому мы всегда смиряем себя, хотя и ведем других. Мы обоюдно подотчетны. Лидер, который является диктатором и царем. Это форма омрешления. Я знаю, что это популярно в Азии, Африке и Южной Америке, где существуют родовые лидеры, диктаторы. Но это не по-библейски. Окей? Очень важный факт. пасторы иногда говорят, что не хотят никаких малых групп. Они боятся, что если передадут малые группы лидерам, то лидеры взбунтуют и уведут малую группу и начнут свое служение. Скажу одно, что я занимался малыми группами 25 лет. Я знаю, что такое бывало с другими людьми, но никогда со мной, потому что подчиненный человек, способный учиться, который обладает характером 1 Тимофея 3 главы, он верен и чьи лидеры не независимы. Они находятся под одним лидером и обладают одним и тем же видением в большей общине. Поскольку мы осторожны в том, кого помещаем на эти должности, ни один человек никогда не уводил группу прочь. Этого не должно происходить. Поэтому это очень важный момент. Хорошо? Сейчас я хочу стереть все это. Мы говорим о малых группах. Мы говорим о том, что группы представляют собой основание, из которого произойдут лидеры пятигранного служения. людей. Некоторые лидеры этих малых групп, не все, ведут множество малых групп. этот лидер, этот и этот могут функционировать пятигранном служении и в качестве пресс-фитера. Поэтому это ваш полигон. неудачу. А что, если лидер группы потерпит неудачу? Вы думали, что у него все получится? Должен сказать, что этого также со мной не происходило, но я знаю, что это происходило с другими. Если у лидера не получится вести свою группу, то вы возвращаете его в свою группу, а людей распределяете между остальными группами. Это лучший вариант, если бы лидерство и подготовка не получалось на этом этапе. Затем вы ставите кого-то в пятигранном служении здесь, и он терпит крах там. Ведь неудачник здесь не принесет много вреда, а неудачник здесь принесет ужасный вред. Скажу еще. Мы продолжим с этого завтра. Одно из частей основания при подготовке лидеров это структура делегирования и администрирования. Возникает два основных вопроса перед людьми. прежде чем кто-либо станет лидером любым лидером может ли этот человек принять задание и ответственно его выполнить к назначенному сроку. делегированное задание выполненное с ответственностью. Это основополагающее основание. Многие люди говорят, «Я это сделаю», и они ничего не делают. Они могут быть красноречивы, но если они безответственны в том, что им и невозможно только из-за их способности говорить, делать их лидерами. Мы называем это талантом «заполнить пробел». Это может ввести в заблуждение. Только из-за того, что человек может четко сформулировать свои мысли, не означает, что он лидер. Ответственность. Затем вы делегируете ему поручение. Вторая часть — это сфера делегирования ответственности. — это основной полигон подготовки потенциальных лидеров. Джон, я хочу, чтобы ты занимался зданием. Ты должен проследить, чтобы помещение убрали и чтобы его здание хорошо позаботились. Берри, я хочу, чтобы ты занимался видеозаписью. Я хочу, чтобы ты записывал служение, чтобы кто-то дублировал кассеты. это уровень ответственности дьякона. Эту работу можно делать и без того, чтобы быть дьяконом, но нужно обладать качествами дьякона, чтобы заниматься этим. Но это может делать и дьякон. Могут ли они принять ответственность? Даниэла, найди учебный план обучения в шаббатной школе. И я хочу, чтобы ты сотрудничала со мной и лидером шаббатной школы. Понимаете, что хороший лидер всегда делегирует ответственность. Я знаю одного мессианского пастора уже в течение 25 лет. В один день я посетил его общину. И когда я приехал в город, только догадайтесь, где он находился. он стрих газон перед зданием общины. Послушайте, это хорошо, если мы являемся слугами. Мне самому нравится стричь газоны на газонокосилке. Знаете, какая работа мне бы понравилась? И если бы мне пришлось возглавлять процесс стрижки футбольного стадиона. Мне бы это понравилось. Сделать красивые узоры, рисунки. Мне это нравится. У меня есть очень хороший участок земли в штате Мэриленд, где я стригу с помощью газонокосилки, на которой я могу ездить. Это очень приятно. Сейчас в Израиле у меня крошечный дворик и крошечная ручная газонокосилка. Да, я также могу косить руками. Но пастор не должен стричь газон перед зданием общины. не из-за гордости, но потому, что это будет жалкое инвестирование его времени. обкрады. Он обкрадывает одного из своих членов общины благословения и ответственности царства. Последующее делегирование ответственности таким образом вы готовите ответственных людей. и таким образом устроены лидеры. Завтра я расскажу вам почему это называется делегированием обезьянных заданий. Куфим. Куфим, да? Куфим. 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 Куфим.